это проект русский через истории аудиокурс изучения русского языка по методу storytelling я дмитрий гурбатов и сегодня я расскажу вам личную историю про дачу смотрите видео несколько раз используя поочередно английские и русские субтитры слово дача во многих языках используется без перевода это специфичный для стран бывшего ссср феномен считается что в россии любят дачи на самом деле это вопрос предпочтений их любят и ненавидят одинаково сильно но до сих пор когда проблема с продуктами решена дачи невероятно популярны я расскажу свою историю и может тогда вы лучше поймете почему моя семья была не богатой по местным меркам мы жили вчетвером в двухкомнатной квартире кухня зал и спальня и у нас не было машины но зато у нас была дача моя мать брат я вся семья кроме отца ее ненавидели представьте вы всю неделю ходите на работу в школу занимаетесь домашними делами наконец наступают долгожданные выходные когда можно выспаться отдохнуть но нет вы должны просыпаться в 8 утра в субботу и два часа добираться до дачи в переполненном автобусе ночевать там было некомфортно несмотря на то что на участке был небольшой домик у нас не было ни канализации ни центрального водоснабжения поэтому вечером приходилось возвращаться в город чтобы на следующий день воскресенья повторять всю процедуру зачем чтоб отдохнуть куда там развлечения зависели от сезона весной вручную перекопать участок в 600 квадратных метров и посадить растения летом носить воду для полива из пруда в 100 метрах от дома полоть грядки удобрять их и собирать колорадских жуков с картошки основная дачная культура а осенью нужно было выкопать урожай по колено в грязи когда на улице уже холодно добавьте сюда погрузку разгрузку тяжелых мешков и работу по засолке овощей можете представить почему двум подросткам и маме учительница так не хотелось ехать на дачу день когда мы решили ее продать был одним из самых счастливых в моей жизни сейчас спустя 30 лет я живу в доме за городом когда я сюда переехал я поклялся что у меня не будет ничего даже отдаленно напоминающего дачу я посадил лесные деревья и застелил газон потом появились цветы клубника кустарники плодовые деревья яблоки груши и сливы просто потрясающие кроме того приятно было сменить деятельность после нескольких часов за компьютером покосить газон собрать ягоды полить деревья отличная возможность послушать аудиокниги на изучаемых языках и побыть на свежем воздухе затем мы решили сделать небольшую грядочку с зеленью парник с помидорами и второй с огурцами и вот я с ужасом осознал что сам превратился в типичного русского который жить не может без приусадебного участка ну вот послушав про мой личный путь который до меня проделали миллионы моих соотечественников вы возможно лучше поймете дачный феномен русских а если вы хотите не просто слушать истории но и осваивать с их помощью русский язык приглашаю вас прослушать пятый эпизод нашего курса подкаста русский через истории от а до я он посвящен букве д и даче из эпизода вы узнаете про излюбленное занятие на даче зачем русским два дома в чем разница между дачей и огородом что заменяет нам фитнес-центр какое хобби позволяет не умереть зимой с голоду ну а в премиум версии эпизода вас ждет самое важное практическая часть где вы тренируете языковые навыки понимание на слух и говорение с помощью техник расспрашивания истории обратный перевод и точка зрения переходите по ссылке в описании и продолжим продолжим